Это мое первое знакомство с творчеством одного из самых известных писателей 20 века. Хоть и книга очень маленькая, но ей удалось затянуть меня в свой водоворот. Всем привет, вы на канале SaberShot, меня зовут Сабир. Особых заметок о книге я для себя не выписывал. Все потому, что, повторюсь, я просто утонул в произведении. Итак, представляю вашему вниманию книгу. На вилле. Сомерсет Моем. Моя двоюродная сестра настойчиво уверяла меня в том, что у Сомерсета потрясающий слог, и от его истории невозможно оторваться, пока я не убедился в этом сам. Хоть и это не самая популярная книга писателя, но роман написан так, будто бы Агата Кристи вместе с Эрихом Марией Ремарком решили написать одну общую историю. Да простят меня те, кто не одобрит такое сравнение, но я при чтении переживал именно такие ощущения. Итак, сейчас я вкратце расскажу, о чем гласит история. Место действия – Флоренция. Овдовевшая светская дама по имени Мэри проживает в старой вилле на холме в богатом районе. Живет она абсолютно одна, так как ее супруг погибает в автомобильной катастрофе. Через какое-то время ее находит человек из высшего круга – 54-летний холостяк, юрист и офицер сэр Эдгар Свифт, которого в ближайшем будущем должны назначить губернатором Бенгалии. Он знает Мэри с самого детства и делает ей предложение, но та обещает несколько дней подумать. Эдгар соглашается на такое условие, однако за этот небольшой период времени происходит множество событий, которые в итоге превращаются в настоящую драму со смертью человека. Ситуация вовсе не простая, но можно сказать точно, что жизнь Мэри после этого не будет прежней. Отмечу то, что я отмечаю крайне редко. Хоть и книга небольшая, но я прочитал ее за несколько часов. На самом деле сложно говорить о сюжете, не раскрывая его тонкостей, потому что произведение слишком короткое, всего 160 страниц. Однако при этом плюсов у книги достаточно. Образы героев рисуются в голове сами собой. История весьма динамичная и сразу включает вас в процесс. И вызывает ироничную ухмылку при чтении. И конечно от такого маленького произведения какой-то особой философии ожидать не стоит. И еще, несмотря на то, что в аннотации к книге говорится об убийстве, это вовсе не детектив. То есть Агату Кристи в начале я отметил только из-за общей атмосферы. Так вот, мне было настолько интересно, что останавливаться даже не хотелось. С творчеством Ремарка, кстати говоря, у меня бывает то же самое. Кстати, при чтении данного романа без конца вспоминал книгу «Триумфальная арка» того же Ремарка. Атмосфера у произведения местами очень схожая. Но опять же, история, если присмотреться, ничем особенно не выделяется. Есть сюжеты гораздо интереснее. Однако слога обсуждаемой книги очень уютной и комфортной. История пролетает перед глазами. И в этом, как бы двусмысленно это ни звучало, и заключается минус книги. Слишком уж быстро она заканчивается. Остается какая-то недосказанность. Из красивых мыслей и цитат особо ничего выделять не хочется. Но все же есть такие фразы, которые затронули мое сердце. Я запечатлел для себя парочку из них. Чем лучше думают о тебе люди, тем больше это должна соответствовать образу, который они себе создали. Как нельзя лучше описывают жизнь светской дамы. Каждый шаг которой, будто бы под лупой, оценивают все окружающие ее вельможи. И люди из высшего общества. Что очень напрягает. Это, конечно, не только к женскому полу относится, но и к мужскому. Просто у женщин на этом больше делается акцент. И еще одна абсолютно противоположная по смыслу цитата персонажа по имени Роули. Я не выставляю все свои достоинства в витрине. Или, как говорят японцы, вабисаби. То есть скромная простота. Смело могу записать эти слова в свой обиход. Больно уж зацепила меня эта фраза. Что ж, на этом можно закончить ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Что могу сказать? Быстрый ролик получился. Это лишь мое первое знакомство с творчеством автора. Но далеко не последнее. Следующей его книгой будет театр. А сразу за ним бремя страстей человеческих. Очень заинтригован. И очень интересно, каковы на вкус обе эти книги. А что насчет этого произведения? Поставим его на полку. Хоть она и тонкая, но какое-никакое место на полке занимает. А следующей книгой в разборе на канале будет «Вторая жизнь УВ» Фредриха Бакмана. Сбор книголюбов в книжном клубе пройдет 26 числа. То есть в следующее воскресенье. Будем обсуждать эту книгу. Она безумно трогательная. А что насчет другой книги? Я сейчас читаю «Майна Рида. От Суола. Вождь Семенолов» и «Затерянные в океане». Два произведения в одной книге. Это чистое приключение. И после фильма «Убийство цветочной луны», как будто вот картинки на самом деле оживают в голове. Постараюсь закончить ее к концу ноября. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока.